Всем привет, меня зовут Аня, и сегодня у нас на распаковку альбом ATEEZ, новый ихний, камбэк. Я его заказывала с Juma, с этого магазина K-pop Merch. Заказываю в первый раз в этом магазине, до этого я заказывала в другом, тоже официальный мерч, но лучше попробовать в этом. Дошёл он мне, в принципе, за месяц, разница там в два дня всего лишь, то есть месяца два дня. Так что это достаточно быстро, хотя у нас камбэк был 29-го, заказывала я его, по-моему, 27-го. Ну и давайте же, наконец-таки, его открывать, потому что я уже очень жду, и потом будем с вами, конечно же, обсуждать камбэк, и вообще всё, что происходило, шоу-кейсы все, которые я посмотрела. Давайте начинать. Так, тут мне положили вот такой вот бланк для сканирования, чтобы альбом попал в чарты и так далее. Также мне приложили вот такие вот две карточки, которые у нас, они полупрозрачные, здесь Ханжун и Сан. Очень рада, конечно, что такая вот у меня картина тут. Заказывала я версию Z, по-моему, мне она больше всех понравилась. И также здесь был плакат, который я отдельно засниму. Кстати, как по мне, плакат довольно небольшой, конечно, печать у E.T.S. точно такая же, как и во всех альбомах. Мальчики здесь просто секси-мены, короче, вообще просто обалденные образы, поэтому я взяла именно эту версию. Альбом маленький, я думала, что он немного будет побольше, но я взяла для сравнения Ансвер и Пилок, и, как видите, да, он немножко, может быть, чуть-чуть, вот, как видите, немножечко побольше. Ну и давайте же распаковывать альбомчик, освобождать от плёночки. Коробка открывается достаточно легко, не как во всех предыдущих альбомах. Так, у нас тут куча всего наложено, как и всегда в альбомах E.T.S. Вот такой вот у нас диск. В принципе, оформление, ну, у E.T.S. никогда не меняется, как мне кажется. Здесь у нас в комплект идут наклеечки, но давайте для начала, наверное, всё посмотрим фотобук. Тоже он такой маленький, миниатюрненький. Ну и давайте смотреть. Мне очень понравилась именно эта фотосессия. Не знаю, остальные две как-то меня особо не зацепили, но в принципе все фотосессии классные. Но вот именно эта мне понравилась больше. Заглавка мне очень понравилась. Что-то мне напомнило американскую группу Flautboy. Не знаю, ну что-то вот, какая-то стилистика. Что-то вот напомнило именно эту группу, а я очень эту группу люблю. Из бисайдов мне понравилась Сектор Ван и Киберпанк. Это две мои самые любимые песни. Так что, если вдруг ещё не послушали альбом, то я вам настоятельно рекомендую. Шоукейсы все смотрела. Всё смотрела. Мне понравилось выступление за главкой. Партии Чун Хо тоже потрясающие вместе с Юн Хо. У Хон Джуна классные просто реп-партии. Обожаю. Вот. Костюм у мальчиков вообще просто превосходный. Юсан. Я вообще в него влюбилась заново. Мне очень понравился этот образ, который в этом фотобуке. У Сана классные. Партии тоже. Кстати, он трескается. Я надеюсь, что странички вылетать не будут. Вот. Чем-то он напоминает этот фотобук у Blackpink. У них тоже вылетают странички. Вот. Минги тут просто лапушка. Безумно-безумно красивый у Йон. Божечки. Просто лапочка. Ну и до самого главного малыша добрались. Чун Хо. Именно этот образ у меня его и зацепил. Не знаю почему-то. Мне вот прям он тут понравился. очень сильно. Я часто пересматриваю разные фотки, сканы. Хон Джун. Кстати, не всем понравилась заглавка, не всем зашел новый концепт, новая музыка вообще в плане у ребят. Но лично мне всегда заходят их камбэки, потому что ЭТИС является моей ультгруппой. Уже как три года я станю ЭТИС. Практически вот в этом году будет три года. Я вообще, ребят, застенила в ЭРУ ВОНДЕРЛЕНД и начала скупать их альбомы. Но вот два, которых я не покупала, это с Дежавю ФИВР 3, по-моему. А, нет, ФИВР 2 и ЭПИЛОГ ФИВРа я не покупала, потому что что-то мне не зацепило как-то, не знаю. Хотя мне понравились фотокарты. Фотокарты у меня некоторые есть, но это в основном у ЧИНХО, вот, потому что я его собираю. Вот. Когда наносировали камбэк, я очень долго думала брать мне его, не брать. Может быть опять у меня что-то не сложится, и я не смогу его купить. В итоге всё мне понравилось, я даже не пожалела, что купила. Вот. Ой, тут такая лапочка, боже, медвежонок. Очень нравится. И кредиты у нас остались. В общем-то, мы посмотрели фотобук. Как-то всё это быстренько. Так, в альбоме у нас идёт вот такие вот подстоящие стикеры, которыми я не пользуюсь. Надо начать ими пользоваться. Вот. Очень красивые. В последнее время что-то у меня подсело на оранжевый. Оранжевый, красный. Вот. Ну, потому что в тему сейчас уже у нас осень. Вот. Так. У нас тут ещё, я так понимаю, постер. Или что это? А, нет, это не постер. Но очень прикольно, кстати, выглядит. Это так у нас выглядит лирика. Вот. Текст песен. Блин, очень нравится. Это как, знаете, как похоже на что-то... Газету какую-то. Ну, и сзади тоже очень прикольно. Или, знаете, на какую-нибудь карту. Что-то такое. Ну, вот. Уйти всегда какая-то креативная. Креативные идеи в альбомах. Не знаю. Так. Это у нас какая-то штучка. А, понятно. Для какой-то игры. Вот. И у нас осталось три карты. Кстати, почему-то я думала, что их будет всего две. А. Да. У нас же есть ID карта. И она у меня с Юнхо. Юнхо, кстати, у меня нигде не попадался. Ни разу. И тут как бы его имя. И также дата его рождения. Так. Ну, и давайте посмотрим, наверное, вот эту карту. И она у меня с кем, с кем, с кем. Минги. Минги мне тоже ни разу не попадался. Очень красивая карта. Безумно красивая. Блин. И последняя карта, которая здесь. Кто же это будет? О, Юнхо. Ребята, боже. Я вообще очень рада. Я сейчас просто пищу. Юнхо мне очень давно не попадался. Наверное, с 20-го или 19-го года. Потому что в 19-м году я первый раз купила альбом Мэйтис. И там мне попалась карта Чунхо. Потом я купила... Потом я покупала трежа второй эпизод. Мне тоже попадался Чунхо. Теперь я вообще... Я очень рада, что попались те, кого я хотела. Мне очень нравится карта Минги. Я ее себе оставлю обязательно. Чунхо, конечно, именно в этом образе попался мне. Ну, я вообще очень рада. Ребят, сегодня праздник моих биасов просто. Минги тоже мой ульт-биас. Я его тоже обожаю. Юнхо. Ну, конечно, было бы лучше, чтобы это было селфи. Но ладно, мы... Конечно, есть маленькая фотография. Мы и этим обойдемся. Насладимся, так сказать. В общем-то, безумно классный у меня улов на сегодня. Я очень этому рада. Вот такая вот была у меня распаковка. Надеюсь, она вам понравилась. И если это так, то не забывайте поставить лайк, подписываться на мой канал. Также подписывайтесь на мой чекрам, если хотите быть со мной на связи. Напишите в комментариях, как вам этот альбом. В физическом плане, можно и в музыкальном. То есть, как вам понравились песни, как вообще зашел вам камбэк или нет. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну и всем до скорой встречи, до новой распаковки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok